Доброго времени суток, уважаемые друзья! Ну что, я рада приветствовать всех тех, кто сейчас находится в прямой трансляции в Zoom. И, конечно, я буду рада всем тем, кто будет смотреть это уже в записи. Дорогие друзья, для кого эта школа? Я не буду сегодня перечислять свои регалии, они все написаны. Чем буду я полезна? Вы знаете, благодаря этой школе первое, что нам необходимо понять, алгоритм, что необходимо делать, чтобы, в принципе, восстанавливать здоровье. И чем здоровье, да, вот это вот направление здоровья отличается от лечить болезни. Так вот, мы с вами сегодня будем говорить именно о том, как выздоравливать. И это кардинально разное отношение к этой проблеме. Кроме того, конечно, например, опорно-двигательная система, я вам расскажу, покажу, да, почему. Как, какой алгоритм, но для меня будет важно, что, я надеюсь, этот эфир будут смотреть не только члены компании Coral Club, но и те, кто первый раз. Потому что на сегодняшний день ситуация такая, что вопросы связаны с вертебрологией, а это вопросы связаны с опорно-двигательной системой, конкретно позвоночником. Но мы будем с вами рассматривать в целую опорно-двигательную систему. Это, безусловно, и все суставы, потому что процессы всегда идут одни и те же. Вот, и мы с вами будем не просто рассматривать. Мы на примере опорно-двигательной системы, я расскажу, как помогать себе, что такое комплексный подход к здоровью. И надеюсь, что эта встреча сегодня будет полезна как для тех людей, которые вообще впервые сегодня увиделись со мной, да, впервые познакомиться с тем, о чем я буду говорить. И для тех, кто уже меня знает, потому что настраивайтесь, пожалуйста, не будет у нас с вами школа встречи на 40 минут, она будет как минимум час, может быть, даже час небольшим. Почему? Потому что мне хочется максимально донести до вас. Что я точно гарантирую каждому из вас, если вы будете внимательно слушать, а может быть, даже записывать, каждый из вас уйдет с каким-то алгоритмом, каждый из вас получит какие-то те полезные лайфхаки, которые вам пригодятся в дальнейшем лично для вас и для ваших близких и родных. Ну что, а мы с вами начинаем. Итак, почему опорно-двигательная система? Ну, вы видите, я невролог, именно вертебролог. И, конечно, сегодня, если мы говорим об опорно-двигательной системе, то 80% людей сегодня испытывают какие-то боли. И хотим мы или нет, но если мы сегодня говорим о вертебрологии и таком диагнозе, как остеохондроз, сегодня его называют дорсопатии, то есть это боли, да, проблемы именно в спине. Каждый человек, поздно или рано, с этим сталкивается. У меня буквально закончился три дня назад, скажем, такой тур по Сибири. Да, у меня было прям нон-стопом четыре города, и в каждой были оффлайн-встречи подобные. И я, когда задавала вопрос, а там была, естественно, абсолютно разная аудитория, и были ребята, которым было 18 лет, и были очень взрослые люди, и я задала вопрос, скажите, пожалуйста, поднимите руку те, кто ни разу в жизни не встречался с болями в какой-то, либо в позвоночнике, либо в суставах. Вы знаете, к сожалению, ни одного человека не подняли руки. Это говорит еще раз об актуальности той темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Кроме того, я бы очень хотела, чтобы четко понимали, сегодня уже доказано, что боли в костной системе, в опорно-двигательной системе приравниваются по интенсивности боли к онкологическим болям, когда людям приходится даже наркотические обезболивающие давать, потому что действительно сегодня опорно-двигательная система – это та система, которая может приводить человека к инвалидизации. И я очень люблю и всегда говорю «позвоночник – струна жизни». Почему мы сегодня с вами об этом говорим? Потому что у нас с вами, посмотрите, позвоночник иннервирует все 12 систем. Вот если мы берем шейный отдел, а там 7 позвонков, шейный отдел 7 позвонков, то он иннервирует все, что связано с головой, а это наши с вами зрения, ухо-горло-нос, естественно, весь позвоночник, отсюда и артериальное давление, и работа всей сердечно-сосудистой системы. И, безусловно, это вся гормональная система. Причем в голове у нас с вами находится основной дирижер, то есть это, в принципе, все, что отвечает за гормональный фон. Вот, и это, если мы с вами берем грудной отдел, это от, получается, от первого грудного до 12-го, это, то есть у нас вот если вот отсюда и до пупка, вот все, что, скажем, находится в нашем организме, какие органы находятся там, иннервируется именно грудным отделом позвоночника. Вы здесь хорошо это все видите. И очень часто бывает, боли отдают в плечи, а оказывается проблема либо верхушка легкого, может быть, да, а не только плечевые суставы или шейный отдел. И либо это вопросы, связанные с сердцем. То есть, ну, это в зависимости от справа или слева это находится. И, безусловно, поясничный отдел – это все, что ниже пупка, и это, естественно, все органы, и то есть это и толстый кишечник, и органы малого таза. То есть, и поэтому, дорогие мои, если мы с вами об этом будем понимать, то мы уже, если приведем в норму именно наш с вами позвоночник, то любой вопрос по системе, услышьте, пожалуйста, любой вопрос, скажем, связанный с любым органом, он будет лучше решаться. И еще в XIX веке земские врачи, когда приезжали на прием, да, они, естественно, собирали жалобы и анамнез, но осмотр всегда начинали с позвоночника. Почему? Потому что они понимали, как только мы какие-то вопросы решим с позвоночником, ситуация именно восстановления любого органа будет в несколько раз быстрее. Вот. И посмотрите, на этом снимочке мы видим с вами разные процессы, которые идут в позвоночнике в процессе жизни, да, всего четыре периода, и первый позвоночник – это здоровый, то есть посмотрите, какой хороший диск, и хрящевая ткань абсолютно вся плотненькая, хорошая, без трещин каких-то, да. Затем это, кстати, вот дегенеративные изменения происходят уже у ребятишек в очень маленьком возрасте. И сегодня остеохондроз, если мы ставили раньше после 35 лет, то сегодня уже после 13-14 лет мои коллеги, детские неврологи, к сожалению, именно ставят вот этот уже диагноз серьезнейший. Причем, что у нас с вами происходит, почему, какая причина, гиподинамия, безусловно, мы больше дальше об этом поговорим, и то, что сегодня ребятишки практически очень мало занимаются по-настоящему хорошими качественными физическими упражнениями. Вспомните наше детство, вспомните, как мы с вами бегали, прыгали, буквально там и по гаражам лазили, да, и как сегодня ребятишки, они все-таки в основном у нас действительно бегают и прыгают только, скажем, по нашим с вами, по экрану, да, компьютеров и телевизоров. И смотрите, что происходит за счет того, что нарушена какая-то, то есть нарушается микроциркуляция, не поступает в диск всех питательных веществ, и образуется вот такая микротравматизация, плюс разные вопросы, связанные, ну, какие-то микротрещины, микротравмы, и они приводят. То есть, в принципе, как это может проявляться клинически, на рентгенологическом РТ человек еще, если сделать, там нет никаких изменений, но уже в этом моменте ей появляются болевые симптомы, не дискомфорт, чувство, может быть, там, знаете, вот пола иногда, да, или длительно сидит, хоть ребенок, да, или он носит тяжести, допустим, да, ранится после ранца, он говорит, у меня что-то дискомфорт, ну, и, естественно, у взрослых людей такие же дискомфортные ощущения. Дальше третий период, это уже период грыжевого выпячивания, и здесь показана протрузия диска, что это такое, когда диск уже снижается, то есть за счет того, что он уплощается, за счет нарушения трофики питания, да, и вот этот диск начинает спокойно ездить вправо-влево, вперед-назад, и вот образуется вот такое, то есть он выходит за тело позвонка, видите, выпячивание вот такое грыжевое образуется, но протрузия, может быть, вы когда-то слышали на МРТ такое описание, да, это, наверное, то самое, вот до этого момента, если мы успели застать, человек обратился или у вас, не дай бог, у кого-то такая есть проблема, это вот как раз та ситуация, когда, скажем, действительно можно полностью восстановить свое здоровье, и диск вернется на место, и уже непосредственно идет грыжевое выпячивание, то есть это уже непосредственно грыжа диска, она бывает разных размеров, то есть это сколько миллиметров вышло за стенки именно позвоночника, и вот тут, как правило, если уже образовались костные такие разрастания, не знаете, как скобки берут и захватывают эту грыжу, и в этом случае, конечно, уже говорить о том, что по итогу диск вернется на место уже, ну, это было бы, скажем, непрофессионально, но тем не менее мы с вами даже в этой ситуации можем сделать так, что человек может прожить всю жизнь, и эта проблема его не будет беспокоить, то есть болевого синдрома, осложнение, связанное с грыжевым выпячиванием, мы чуть-чуть дальше проговорим, и уже не бывает. И дальше вы видите истончение, коллапс диска, то есть когда позвоночник уже полностью истончается, и по итогу вы видите, что уже практически диска нет. Вот обратите внимание на серый вот эту картинку, и посмотрите между диском, вот диск вот он голубенький, да, сами позвонки серые, и вот тут вот по краю красное, что это такое? Это как раз и идет вот это вот воспаление, вот эти проявления остеохондроза, покраснение, какие это признаки воспаления, то есть это покраснение, это, безусловно, отек, это закисление, и это болевой синдром. И дальше мы с вами об этом поговорим. Вот, и посмотрите, пожалуйста, у нас с вами грыжевое, вот диск, да, он показан, и вот эта грыжа вышла. Что значит? Она зажимает, скажем, корешочек, да, вот видите, синеньким корешочек выделен, и вот где покраснение, именно вот эта ситуация создает определенный болевой синдром в шейном или в поясничном, но, как правило, в грудном крайне редко дает боли. Если же это поясница, то, как правило, здесь боли могут уже отдавать либо в правую, либо в левую ногу. Если это шея, то это в правую или в левую руку. И очень часто, когда я общаюсь с людьми, очень часто, возможно, те, кто уже в вопросах здоровья, да, и рассказывают о том, как сегодня можно восстановить здоровье, люди слышат такое, да, или просто, когда мы разговариваем с кем-то о здоровье, они говорят, ну, а что, у меня у мамы, у папы были проблемы у остеохондроза, там, у бабушек, дедушек и так далее, и так далее. И посмотрите, пожалуйста, то есть генетически действительно всего 10% передается нам по наследству. У нас есть знаменитый человек, который я очень глубоко уважаю, генетик наш, да, Ольга Гуляева. И когда мы с Ольгой разговаривали, Оля вообще говорит, что даже еще намного ниже процент генетический, который передается. И я с ней согласна, потому что американские ученые, проводили статистику, они брали абсолютно, то есть однояйцевых близнецов, да, у кого генетически примерно одно и то же было, ну, генетический код был, да, у одного и второго, но один действительно начинал заболевать этой проблемой, ну, какая-то, которая была, передавалась по наследству, а другой нет. И когда они рассматривали, то тот, кто не заболевал, он просто более тщательно относился к своему здоровью и какие-то действия делал, нежели тот, который заболевал. И посмотрите, по итогу у нас образ жизни, да, он занимает 60, я бы сказала, даже намного больше, 70 и 80, особенно все то, что касается опорно-двигательной системы, потому что это напрямую связано, потому что позвоночник и суставы – это то, что держит остов наш полностью, то есть это как бы корсет наш, да, вот. Вот, но кроме этого, они выполняют всего одну функцию по сути своей, то есть это движение, поэтому образ жизни напрямую зависит. Итак, какие же причины боли бывают? Первое – функциональные. Мы с вами немножко начали уже об этом говорить. Это гиподинамия, то есть это, когда мы очень мало двигаемся, мы, наши ребятишки, да, это когда, это сколиозы, когда ребятишки неправильно сидят, если раньше за компьютерами, помните, за партами, да, у нас правильная была фасан-эпидемстанция, там определенные нормативы, то сейчас ребятишки и сами мы, мы даже иногда не замечаем, что вот у нас голова вот так, то мы повернуты вправо-влево, то есть мы сами сидим, и ребятишки тоже сами. И гипермобильность – это когда нет закаченности спины мышц. Это тоже очень важный момент, когда, вот, знаете, гуттаперчевый мальчик, ну, такой яркий пример, вот, то есть это говорит о том, что слабость связочного аппарата. А почему это происходит, мы тоже чуть позже, я вам все это буду говорить, какие вопросы профилактики мы можем предостеречь, да. И второе – органические, то есть это то уже, когда идет само заболевание. Вот то, что мы с вами просмотрели, скажем, на втором слайде, и травмы. Травмы сегодня с вами не касаемся, а мы именно касаемся заболеваний и больше именно артрозных, артритных моментов, без аутоиммунных процессов. И посмотрите, здесь три снимочка. Вот тут мы видим, что такое. Это плоская прямая спина, когда шея практически, вот, это называется лордоз, шейный лордоз и поясничный практически выпрямлен, и грудного кифоза нет. То есть когда вы смотрите, а спина прямая. Это очень плохо, и это то, что приводит к болевому синдрому, да. И вот следующий снимок крайний, когда мы видим наоборот перезагибание, то есть грудной кифоз резко выраженный, то есть такая определенная сутулость, и потом может даже возникнуть не просто сутулость, а горк вырастает. И, к сожалению, сегодня, если я раньше видела вот такие серьезные сколиозы только в детстве, я считала, то сейчас у человека даже в 50-60 лет внезапно могут вот начать изменения возникать именно сколиотического такого плана. И плюс лордоз, вы видите, голова вперед и поясница вперед, и это, конечно, не очень хорошо. Это все приводит вот к тем изменениям позвоночника, грыжевым выпячиванием, к болевому синдрому. А нужно у нас вот в серединке человек, вы видите, чтобы был и лордоз, и поясничный и шейный, и грудной кифоз, но это было действительно в небольшом таком варианте, когда мы смотрим, и вот, знаете, осанка такая красивая, молодая осанка, то есть это то, что как раз, кстати, в вопросах антиречи для нас очень важно, люди вот иногда, да, лицо такое вроде молодое, посмотришь со спинки, а там уже не очень красиво. И, безусловно, одним из функциональных изменений является, таким, наверное, достаточно диагностическим моментом является, когда у женщины у нас, девушки становятся, ждут ребеночка, то есть они беременны, и что в результате животик он тянет на себя, то есть как бы тянет, видите, лордоз увеличивается поясничный, и диски могут смещаться вперед. То же самое происходит у людей, у которых есть живот. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами закачивали мышцы спины, и очень важно, чтобы мы закачивали мышцы именно, ну, скажем, прескачали иначе. Получается, что диск выходит вперед, и это уже очень серьезная ситуация, когда человека потом оперируют, и это передним доступом, и это уже такая достаточно серьезная операция, которую лучше бы избегать. Поэтому профилактика, и еще раз профилактика. Посмотрите, плоскостопие вроде бы банальное, и мы видим с вами один рисуночек, где нормальный, и у нас тогда нет никаких искривлений. Мы видим плоскостопие, когда просто продольное плоскостопие, больше идет смещение на нашу пятку, да, в результате, посмотрите, колено смещается, да, нагрузка на тазобедренный, и полетел весь позвоночник. Вроде бы банальное плоскостопие. Причем, опять же, плоскостопие развивается не только в детстве, да, а плоскостопие со временем развивается практически у всех. То есть в детстве это, как правило, бывает продольное плоскостопие, то есть поперек, да, то, что мы сейчас с вами видим, а поперечное, но это, есть ли у вас плоскостопие, это я сейчас задам вопрос, если у вас было, ну, там, в молодости, там, 36-37 размер, а вам сейчас за 50, да, или даже чуть старше, и вы вдруг замечаете, что вдруг у вас размер обуви поменялся, он стал больше, почему? А именно за счет поперечного плоскостопия, то есть у нас как бы раздвинулась, вот так взяла, и раздвинулась просто наша с вами стопа, и стопа не столько вытянулась, сколько она стала широкой, и приходится другую обувь покупать. И это, конечно, тоже нехорошо, это говорит о слабости связочного аппарата. И посмотрите, безусловно, я сама человек, который очень любит каблук, потому что это очень красиво, но помните о том, что у нас один сантиметр каблука, да, увеличивает нагрузку на позвоночник на 10-15 килограмм, а если еще, не дай бог, человек имеет более, скажем, вес выше нормы, то один килограмм повышает нагрузку на поясничный отдел и нижние отделы позвоночника, извините, на суставы нижних конечностей есть 4 килограмма, а если у нас плюс 10 килограмм, то это, представьте, нагрузка идет примерно на 40 килограмм больше, то есть действительно бедные наши суставы, именно этим объясняется, что сегодня, скажем, тотальное такое обращение стало к хирургам, к ортопедам, к травматологам, которые занимаются, скажем, заменой суставов. И какие боли бывают? Боли бывают мышечные боли, да, вот тут ярко показано, боли бывают обусловлены именно за счет нарушения кровообращения, и здесь показано, чтобы вы понимали, это очень важный момент, потому что что происходит? Вот если у нас с вами сосуд, вот каждой клеточке, да, мы с вами кушаем и едим, и это все доносится клеткам, и, например, опорно-двигательная система тоже все приносится через сосудики, но наши сосудики, если воспалены, то там нарушается именно питание. Представьте, вот насколько важно, чтобы питание было хорошим, чтобы наши сосуды хорошо работали. Если мы возьмем, вот вытянем все вот эти наши сосудики в одну линию, то обогнет, получается, в 2,5 раза, это наш экватор Земли, представляете? И вот капилляр, благодаря которому вот этот капиллярчик самый тонкий, куда именно поступает, через что поступает питание и вода в клеточку, вот он в 10 раз, в 10 раз тоньше нашего с вами волоса. Представьте, какой он тоненький, как важно нам с вами понять, что необходимо делать, чтобы вот это питание было качественным, да. И, безусловно, воспаление самого нерва идет, то есть это всегда процесс, он и сосуд, и мышцы, и нервы всегда сразу идет в одночасье, да. И это вот грыжевое выпячение, мы видим, как нерв у нас, ну там, у человека начал зажат, и он начинает вот такой серьезный болевой синдром. По итогу все вот эти вещи приводят к тому, что наступает гипоксия. И что такое гипоксия? Более 2,5 тысячи видов именно диагнозов сейчас в связи с тем, что у нас ковид, очень много произошло мутаций, и диагнозов стало намного больше. Но причина смерти всегда одна будет гипоксия, нехватка кислорода. Возможно, кто-то слышал это вот, когда мамочка беременная, будущая мамочка, да, ставит гипоксию плода. Это вот как раз и человек, причина ухода его будет именно гипоксия, именно то, что мы, когда с вами проговаривали про сосудики, да, это то, что приводит, то есть, к нарушению нехватки кислорода и в результате серьезным проблемам. И вы знаете, когда я, будучи неврологом, да, вертебрологом, обучалась в ординатуре, нам всегда говорили, а я у мэтров обучалась, и они всегда говорили, неврология – красивая наука, специальность, потому что если вы умеете грамотно собрать жалобы, если вы грамотно умеете выслушать человека, собрать его анамнез и очень хорошо, качественно посмотреть, то есть, да, именно неврологически, то, в принципе, вы можете с очень большой точностью сказать, где вопросы поражения, и это правда. Но была очень серьезная проблема, не было действительно того уникального инструмента, который позволил бы человеку выздороветь. Да, со временем, когда я пришла в 90-е годы, уже была мануальная терапия, уже какие-то новые методики появились, иглорефлексотерапия и все остальное, и мы создавали ремиссию, и ремиссия в зависимости от профессионализма врача и его отношения к пациенту, она могла быть достаточно длительной. Но, дорогие мои, я вам честно скажу, к сожалению, выздоровления не было, потому что со временем происходило именно истощение и истончение вот всей костной ткани. И только тогда, когда я познакомилась, благодаря судьбе, благодаря тому, что у меня были у самой серьезные проблемы по здоровью, и я в первую очередь хотела себе помочь, потому что в 26 лет у меня уже были вопросы, связанные с, ну, я понимала, что еще чуть-чуть, и либо очень быстро уйду из жизни, либо наступают вопросы инвалидизации, они, в принципе, уже прямо, скажем так, достаточно четко звучали, да, я искала, и мне было очень важно, я себе говорила, Наталья, что ты за врач, если ты не можешь сама себе помочь, но это мое кредо, я имею право говорить только о том, о чем я, в чем я успешно, в чем я получила результат. И, безусловно, мне очень хотелось быть не костылем, а именно тем человеком, проводником, кем я сейчас являюсь, да, который позволит человеку понимать, какие процессы происходят в организме и что необходимо делать. И мы с вами, вот, скажем так, такой экскурс немножко анатомии и физиологии закончены, патофизиологии, да, и сейчас мы переходим, а что же надо делать нам, чтобы быть здоровыми. Итак, дорогие мои, именно благодаря тому, что 20 лет назад я познакомилась с компанией, верно, высшие силы, я думаю, я тогда очень сильно просила, познакомили меня с компанией Coral Club, и я там впервые услышала о таком уникальном инструменте, это называется концепция здоровья, да, это триада. И именно если мы с вами берем триаду, только тогда у нас с вами будет результат. Не бывает, вот наверняка, вы думаете, ну, кто-то, и о чем состоит вот эта триада? Это равносторонний треугольник, который включает психологию, физиологию и физические упражнения. Да, что такое психология? Надо четко понимать, что когда есть какая-то проблема, заложенность там, это в психологии всегда мы какими-то своими отношениями к жизни, к ситуации, в голове у нас создалась проблема, которая каким-то образом осела в том или ином органе, в частности, опорно-двигательной системе, да, и, безусловно, кто этим занимается, может посмотреть, есть очень много техник, я сегодня не буду на этих останавливаться, ну, и там, если шея болит, значит, там ты посадила людей на шею, ну, там, да, и так далее. Если грыжа, там, поясница, это вопрос с деньгами, ну, то есть, есть очень много разных там, и луизы их есть, если хотите, почитайте, но самое главное, что бы я хотела, чтобы вы поняли, дорогие мои, что психология, то есть, когда у нас появилась проблема по здоровью, у нас есть точно вторичная выгода, и решать вопросы со вторичной выгодой, а почему мне это сегодня выгодно, это очень важно. Когда у меня была серьезная проблема, я знала, что есть вторичная выгода, и я один раз села себе перед зеркалом и задала вопрос, Наталья, в чем твоя вторичная выгода, почему ты допускаешь, чтобы у тебя это было, и, безусловно, я ее нашла, потому что мы тогда себе позволяем какие-то вещи, которые не позволяем, когда много работаем, и это тоже очень важный момент, поэтому ваше отношение к жизни. Я люблю нашу команду, я люблю тех людей, которые вас сегодня пригласили, потому что, вы знаете, вот нашу команду, эти люди отличают именно позитивные отношения, это люди с высочайшей степенью профессионализма, которые готовы вас вести именно по пути вашего здоровья, поэтому, дорогие мои, вы в надежных руках. Второе – это движение, и движение – это очень важный момент, недаром говорят, движение – это жизнь, а я вам еще раз говорю, опорно-двигательная система – это именно та система, которая приводит все наше тело в движение. И тут очень важный момент. Вот, услышьте меня, пожалуйста, даже если есть сильный болевой синдром, особенно связанный с суставными болями, и ходите через боль, двигайтесь через боль, это очень и очень важно, иначе очень быстро нас труппит контрактура суставов, или какие-то изменения в позвоночнике и отсутствие гибкости, а это приводит еще к дальнейшей боли. Это очень важно, поэтому движение, вот 10 тысяч шагов – это то, с чего мы с вами начинаем. Если мы говорим про коленные суставы, начните просто спускаться и подниматься по лестнице хотя бы к себе на том этаже, где вы живете. Вот у меня на восьмом этаже, и у меня уже давно лифт отключили. И, безусловно, это еще работа наша с вами мышечной системы, да, и посмотрите, пожалуйста, вот мышца, то есть первая трапециевидная такая мышца, она идет практически до затылочной области, где прикрепляется атлан, да, вот у нас прям гребень затылочной области, сюда мышцы прикрепляются. Это вся воротниковая зона, то есть это вот зона нашего с вами воротниковой зоны, и практически там 10-й, 10-й позвонок грудной, то есть это мышцы первые, что мы обычно закачиваем, и потом идет второй слой – прямая мышца спины. Вот это очень важный момент, я сегодня не буду останавливаться, в оффлайне я это показываю, зайдите, кому надо, в мой инстаграм, посмотрите, я там показываю, есть именно как закачиваем мы прямые мышцы спины. Помните единственное, что когда в плане движения, что бы я хотела, чтобы вы запомнили, что на позвоночнике мне очень часто задают вопросы, а вот при грыжах диска можно ли там какие-то движения делать, вот это у меня недавно вышел в инстаграме ринс, где я там как китайский болванчик показываю это упражнение, и там много с грыжами. Друзья, надо делать упражнения, только всегда они должны быть плавными, не резкими, да, но максимально, постепенно увеличиваем амплитуду. Это очень и очень важно. И мы с вами еще раз очень важно, то есть упражнения двух видов. Сначала растягиваем, а потом уже статическими упражнениями как раз закачиваем вот эту прямую мышцу спины. И посмотрите, как сегодня природа уникально устроена. Видите, сухожилие, то есть мышца, да, и мышца, она как матрешка, и это позволяет именно удерживать очень большой вес. Вот представьте, наша квадратная мышца бедра удерживает до 400 килограмм, то есть это очень важно, да, и вот это сухожилие. Вот я обращу внимание, то есть, видите, мышца переходит в белое сухожилие, и те, кто когда-то, а я думаю, у меня среди, ну, все, да, хоть раз видели мясо, разбирали там свиной или говежьей, и вы видите вот это сухожилие, которое плохо у нас жуется, которое мы очень часто убираем, так вот, дорогие мои, очень часто уже потом по итогу не грыжи вызывает болевой синдром, а именно спазм вот этот мышечный сухожильный. Поэтому очень важно, я вот на это обращаю сегодня ваше внимание. И очень важно, как я уже сказала, все-таки нам с вами спускаться, а не так решил заняться спортом, побегал, добежал до компьютера, сижу, бегаю глазами, понимаю, спорт – это мое. У кого есть такое, можете поставить лайки, плюсики, кто узнал себя в этом. Итак, и третье – это база, это основа, это фундамент, это физиология. И физиология наша с вами состоит, что такое физиология? Это вот клеточка, вот посмотрите, вот тут показана очень красивая нервная клеточка, видите, и четыре шага, которые нам с вами необходимо делать. Итак, внимание, смотрите, что у нас с вами происходит. У нас с вами, вот когда-то наша с вами мама с нашим папой решили сделать нас. И сперматозоид папы соединяется с яйцеклеткой мамочки, и образуется клеточка под именем зигота. И она всего одна, вот там внутриутробно, да, у мамочки сформировалась. Потом она начинает делиться, и потом из нее начинают уже формироваться ткани. Ткани легкого, ткани сердца, ткани почек, да, то есть сначала ткани, потом из этих тканей органы, из органов уже системы. Но все началось из одной клеточки. Сегодня я вам показываю пример на опорно-двигательной системе. Но если мы с вами поймем этот алгоритм, этот алгоритм полностью пригоден для любой системы, если есть какие-то вопросы. А именно четыре шага. Напоил, почистил, накормил и защитил. Друзья мои, пока я, ну, к себе помогала, пока я там с 90-х лет, как только БАДы появились в России, и я начала уже, безусловно, пользоваться, да, искать. И даже в ПАРАУ пришла я все-таки сначала, что как врач, я работала и функционирую как врач. Я искала продукт, который идентичен или аналог является по своим функциям лекарству, и мне, я их заменяла. Но, дорогие мои, правда в том, что полевой синдром снимался, или воспаление снималось, или болезнь, ну, какие-то признаки воспаления, обострения снимались, но через некоторое время начиналось. И только тогда, когда я сказала себе, хватит умничать, убери мозги врача, начни делать, потому что у других есть результат. И я начала идти по этим шагам. Напоил, почистил, накормил и защитил. Вот. И первое, почему очень важна вода? Потому что человек на 70% состоит из воды. Это очень важно, да. Старость – это усыхание клеточек. И со временем, кстати, наши клеточки опорно-двигательной системы все истончаются. То есть идет очень сильное, ну, то есть омолаживание идет все сложнее и сложнее. В том числе это касается и опорно-двигательной системы, дорогие друзья. И вот еще один лайфхак. Внимание. Очень часто люди приходят и хотят, именно если это коралловый клуб, да, а вы сегодня являетесь именно на встрече с представителем компании «Коралл Клаб», чем я сотрудничаю где, да, что происходит? Очень часто мы копили какую-то болезнь много лет, да, и потом, почему-то, придя в компанию «Коралл Клаб», мы считаем, что сейчас дадут волшебную таблеточку, и у человека все сразу будет вау, да, и через месяц, и два, ну, максимум, если через три нет какого-то результата, извините, говорят, фигня ваша заливная рыба и так далее, и так далее. Дорогие мои, вопрос регенерации клеток. Чем мы старше, тем эта вот возобновляемость клеток будет медленнее. Почему у ребенка растет ножка очень быстро, и мы не успеваем с вами покупать обувь, да, или одежду, а со временем у взрослых людей она останавливается, да, вопросы старости, ну, извините, зрелости с этим и связаны. И опорно-двигательная система, то есть если кровь у нас, регенерация, то есть полностью обновление идет за 90 дней, то опорно-двигательная система от 3 до 5 лет. Услышали? От 3 до 5 лет. Поэтому, когда мне говорят, Наталья, а сколько времени идти по тому, ну, что ты сказала, выбирайте. Через 3 года, а может быть через 5 лет, в зависимости от вашего возраста, чем старше, тем медленнее, я проговорила, будет результат. Но он стоит того, потому что мы через 5 лет становимся старше, а чувствуем себя лучше. Вот я сижу перед вами, мне 54 года, и я сегодня чувствую себя намного качественнее, чем 17 лет. Вот для меня это победа, да, и я считаю, что это победа всех тех людей, которые сегодня так же идут, как я, и они точно так же под каждым моим словом. Вот у кого действительно себя чувствует намного лучше, чем пришел в компанию Coral Club, поставьте, пожалуйста, плюсики. Пусть люди увидят, новички наши, да. И посмотрите, пожалуйста, по опорно-двигательной системе. Если наша вода, то есть головной мозг состоит на 80% из воды, 80-85, да, сердечно-сосудистая система крови там состоит до 90% из воды, там почки тоже там 78, 100 костная ткань всего 20%. И существует у нас с вами два понятия – количество и качество. Если мы с вами должны, а вот сейчас лето, и мы с вами должны пить примерно 50 мл на килограмм веса. Если этого не происходит, что… То есть мы, например, пьем не 3 литра, если вот я 60 кг, я пью не 3 литра, а пью 1,5-2 литра. Что происходит? То есть я на 50% обкрадываю свое тело. Но если костная ткань состоит из 20%, это не значит, что она будет получать 10%. Нет, мои равные. Дело в том, что головной мозг – это та система, от которой человек может умереть. Инсульт, да, инфаркт. Можно умереть? Можно. И природа, она будет защищать, да, саморегулироваться. И она заберет вот эту воду, и она максимально даст тем органам, почкам, легким, сердцу, головному мозгу, то есть тем, от чего может человек умереть. Она максимально наполнит. И по итогу на костную ткань получается не в 2 раза меньше, а примерно получается 4-5% получает наша костная ткань и наша с вами хрящевая ткань. А вы посмотрите, вот этот диск, про который мы сегодня с вами говорим, то есть хрящевая ткань, в середине пульпозное ядро на 77% состоит из воды. И почему? Помните, мы с вами увидели крыжевое выпячивание, я говорила, оно уменьшается, и оно туда начинает визить. Одной из причин как раз то, что вода вот такая, вода, нехватка воды, и диск действительно уменьшается, он истончается. Это как губка, вот наполненная губка водой, да, которую посуду мы моем. И представьте, если мы уехали в отпуск, и она какое-то время не лежала. Помните, она становится плоская, плоская, и потом ее размочить даже практически невозможно. И в результате мы видим изменения. Вот наполненный хрящ, да, нормальная хрящевая ткань. И вот когда в хрящевой ткани уже нарушено питание и водный режим. Кроме того, мало пить нам с вами количество воды, важно качество воды. И компания Coral Club является эксклюзивным представителем во всем мире по качеству воды, по биодоступности воды. И одним из, я не буду говорить о всех показателях воды сегодня, но одним из основных моментов именно для опорно-двигательной системы является поверхностное натяжение воды. Вот видели, водомерки плавают по воде, да, вот это вот, ну скажем, это поверхностное натяжение. Это не плотность, но это близкая к плотности воды, это сцепление молекул воды между собой. Почему это важно? Потому что в суставчике, я сейчас вернусь еще на снимочек, вот смотрите, вот наш с вами суставчик, да, и внутри сустава сосудов нет, кровь поступает, ой, вода поступает только за счет осмоса, то есть она поступает с сосуда, но который вне сустава находится, поступает внутрь. И если вот тут будет сустав воспален, да, связки воспалены, то она уже плотная и она плохо способствует проникновению воды внутрь сустава. И если вода, мы даже пьем количество хорошее, но вода вот этой высокой плотности, то возникает отек, и вода не проникает как раз вот у нас с вами внутрь сустава. И только поверхностное натяжение способно. И что в первую очередь у нас снижает поверхностное натяжение? Что делает воду такой же мягкой, как внутри клетки? Это продукт, который базой является, который является флагманом компании Коралл, благодаря которому названа компания. Это, знаете, подарок японских долгожителей всем нам, всей земле. Я благодарю судьбу, что мы в свое время, компания организовала поездку туда, мы видели этот Коралл Санга, благодаря которому сегодня у нас есть, все человечество получило вот этот секрет долгожителей. И добавляя один, Саше, пакетик, водичку, вот у меня сейчас это представлено, у меня там, вот я просто рассыпаю водичку, мы пьем это каждый день. Что получается? Первое, что человек получает, легкий мочегонный эффект. Чем еще уникален Коралл Майн? Это коралл. 2,5 тысячи видев кораллов, но коралл Санга именно является тем кораллом, который уникален. Но, дорогие мои, по структуре коралл именно Санга полностью совпадает со структурой костной ткани. И за рубежом, где передовые технологии, именно из коралла Санга делаются имплантанты хрусталика для глазиков или костной ткани. Он имеет такое же пористое строение, дальше я вам покажу, как наши косточки, и туда проникают именно сосуды, начинают прорастать нервы, со временем человек забывает, что у него была такая проблема. Кроме того, вы видите, у нас в компании есть такое очень интересное паковое решение, он вот здесь написан, видно, Гидромакс, всегда в паках у нас выгоднее покупать. И вторым продуктом, который улучшает качество воды, это продукт, который называется H-500. Что это такое? Он делает воду отрицательно заряженной, то есть он ионизирует электронами водорода. И уже доказано, японская ученая, женщина доказала, вообще бум в мире есть по водородной воде. Многие у нас в России пока, наверное, в силу определенных каких-то таких закрытой сегодня информации, именно для России, может быть, не слышали, кто-то, может быть, уже слышал, что такое водородная вода. Это бум в мире, потому что доказала вот это вот японские, японские ученые, она доказала, что у нас с вами именно водородная вода профилактирует болезнь Альгеймера на 50%. То есть болезнь слабоумия. А это сегодня бич, дорогие мои. Он очень сильно помолодел. Да, и, к сожалению, есть статистика, что те ученые, которые занимаются именно этой болезнью, они говорят, что больные именно этой болезнью, они самые дорогостоящие, да, вот именно в лечении, в обслуживании. И они говорят, что человек, доживший до 75-78 лет, либо он, либо рядом с ним, то есть каждый второй болеет именно болезнями слабоумия. И это очень серьезная ситуация. Так вот, у нас с вами возможность есть пить водородную воду. То есть мы не просто улучшаем, и это как сухой кислород. Помните, мы с вами капиллярчики показывали? Вот гипоксия, вот как раз H500, то, что нам помогает вывести молочную кислоту из мышц. Если мы работаем, или там спортсмены, да, вот у нас очень много олимпийских чемпионов, кто принимает именно этот продукт, с помощью которого выводится молочная кислота. То есть выводится именно и насыщается каждая клетка кислородом. Поэтому у нас с вами действительно уникальный второй продукт, который улучшает качество воды и делает ее водородной. И третий продукт – это пентакан. Это калий в чистом варианте. А это работа наших с вами мышц. Это работа нашей с вами клеточки. Кроме того, знаете, тут еще есть рибоза, которая дает энергию. И четвертый продукт, то есть компания Coral Club, как я вам сказала, лидирует по вопросам, связанным с водой. Четвертый продукт – это Ocean Min, которому я сегодня пою оды. Это продукт, это соли из термальных источников. Оказывается, у нас с вами морская вода – это лекарственное средство. И когда у нас не было этого, мы когда отдыхали, президент компании всегда говорил, ребят, вы вот чуть-чуть отплывите и попейте водичку. Вот представьте, оказывается, наша морская вода по структуре идентична нашей с вами сыворотке крови. То есть вот эта белая кровь, то есть у нас сосуд, и там кровь бежит. И вот сама река, условно, она плазма крови, она вот именно... идентично Ocean Min, да, и там вот просто форменные элементы в виде тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов. Но самое интересное для меня, наверное, для невролога еще, когда я узнала, что это полностью соответствует по составу жидкости внутри нашего с вами головного мозга, который называется ликвор. Вы представляете? То есть это еще и дополнительно профилактика всех вопросов, связанных с головным мозгом. Кроме того, здесь находится магний, а магний – это наше с вами сердце, это опять же наши с вами мозги, это наша с вами печень. Как же добывается этот продукт? Вот представьте, что сделала наша компания, и это ноу-хау нашей компании, то, что всего таких 10 источников в мире термальных, да, это Японское море, и там внизу бьет вулкан, и вот эти вулканические газы, они идут вверх в виде столбов. И вот эта морская вода, насыщенная вот этими вулканическими микроэлементными составами, минеральным микроэлементным составом, она поднимается вверх, и на глубине 650 метров находится труба, да, то есть это очень чистая, получается, вода не смешана, это же большая глубина, да. Вот эта морская вода собирается и идет по этой трубе, и там каким-то образом определенная технология, где высушивается вода, а соли именно вот этого термального источника приходят к нам в виде, в виде прям как соли, мы ее добавляем буквально, берем вот этот один пакетик, добавляем 500 миллилитров, 750 и пьем. Дорогие мои, всего 4 микроэлемента, которые защелачивают воду. О том, что организм надо защелачивать, я думаю, я сегодня вам на Америку не открыла. Так вот, каких 4 микроэлемента? Кальций, а это у нас с вами, как я говорила, коралмайн, калий – это пентакан, да, и магний – это ошидмин, натрий – это соль. То есть у нас есть все 4 микроэлемента, которые помогут нам, в принципе, защелачивать организм, а боль – это всегда закисление, здоровье – это щелчность, то есть мы уже с вами помогаем. Это первый был этап. Второй этап – очищение, да, очищение, но очень важно, мы четко должны понимать, что, почему важно очищение, что головной мозг, да, и кишечник называют вторым головным мозгом, потому что здесь вырабатывается достаточно большое количество своей серотонина и наш с вами иммунитет, и наше с вами настроение, а от настроения зависит, как мы себя будем чувствовать, и в том числе болевой синдром. Вы заметили, когда у вас хорошее настроение, вдруг, и вы себя качественнее намного чувствуете, но если плохое настроение, то болевой синдром, как правило, увеличивается. И я могу сказать, у меня уже много очень результатов, когда мы начинаем очищение организма, и в результате идут очень-очень хороший именно эффект быстрее, идет в момент и обезболивания, и выздоровление идет намного быстрее. И смотрите, чем мне нравится восточная медицина, именно тем, что вы знаете, да, что они рассматривают человека в целом. И когда к китайцам или корейцам, то есть когда люди приходят, пациенты именно к людям, которые в Востоке, они всегда параллельно опорно-двигательной системе, лечения опорно-двигательной, очень часто начинают с печени, потому что печень полностью, от работы печени полностью зависит работа опорно-двигательной системы, потому что печень влияет, это не просто большой орган, который выводит всю интоксикацию организма, все продукты жизнедеятельности в результате клетки, но это еще и, скажем так, именно она обладает синтез-соединительной тканью, а это как раз наши самые мышцы и связки. Итак, что же чистит, да, как мы можем помочь нашей печени сейчас в прекраснейшее время, все, что обладает цвет оранжевого цвета, вы видите, и фисалис, и апельсинки, и мандаринки, и перец оранжевый, и морковочка, все это обладает хорошим, да, чечевичка, горох, то есть оранжевого цвета, все это обладает хорошим желчегонным действием, плюс, конечно, почему Восток любит приправы, шафран, куркумин, именно потому что тоже вот все вот это обладает очень хорошим желчегонным действием и эффектом, поэтому обязательно в пище употребляйте такие моменты, но я сегодня безусловно пою оду еще одному эксклюзивному продукту корейского производства, это фандетокс, мы его называем печи-спас, это то, что благодаря чему нормализуется полностью биохимия, то есть это наши холестериновые бляшки, да, то есть уменьшается атеросклеротет, липидные, нормализуется липидный обмен, нормализуется билирубин, весь белок, то есть вся биохимия, которая берется из вены, брали до и после, и действительно результаты, ну, произошли все ожидания, поэтому это тот продукт, который обязательно пить, и у нас, вот он, знаете, вместо чая мы каждый день минимум один стикер, но я иногда по два-три стикера, особенно если я нахожусь на системе именно очищения, компания Coral Club тоже в этом эксклюзивно, и у нас с вами есть уникальных три программы, которые эксклюзивны во всем мире, в чем она отличается от всех других программ детокса, дело в том, что это уже благодаря канадскому ученому Альберту Зеру мы получили вот таких три уникальных программы, которые рассчитаны про Calavada Light, Calavada Green и Calavada Tool, и эти три Calavada у нас с вами рассчитаны на очищение, в чем их уникальность, дело в том, что любое очищение для организма – это стресс, и очень важно успеть подготовить наш организм, второй непосредственно уже само очищение и третье восстановление, и вот в этом уникальность я могу сказать, дорогие мои, что у нас непрерывно идут марафоны Calavada, по-моему, сейчас у нас кто-то из девочек идет Calavada по системе очищения, поэтому обязательно, если вы еще не очищались, сейчас самое лучшее время купить программу и пропить, потому что летом проходить очищение намного проще, когда уже пошла зеленка вся, когда много овощей, вы действительно можете сделать очень качественный детокс, и прям такой на очень, ну, на лайт-версии, потому что жару все-таки и кушать действительно меньше хочется, правда? Вот, и я могу сказать, что после программы Calavada всегда идет улучшение в опорно-двигательной системе, выходят токсины, уменьшается болевой синдром, и эффект выздоровления идет намного-намного быстрее, я уже не говорю про заболевания других систем. И мы с вами сейчас вот третьим этапом, это уже клеточное питание, сейчас мы с вами более подробно с вами как раз об этом остановимся, да, ну, вы видите, вот сегодня я все-таки приверженница именно питания более здорового, да, и потому что сегодня все равно, даже если мы с вами питаемся более или менее относительно здорового, слава богу, сегодня это бум, это модно, да, молодежь сегодня многие, много уже так зожи, да, но тем не менее любое социальное питание, оно, как правило, приводит к тому, что наша с вами клеточка голодает, да, вот, вот смотрите, наша вот клеточка, которая вот так вот сидит грустно, животы растут, килограммы растут, а клеточка голодает. Почему же это происходит? Да, потому что сегодня уже доказана наша пища по микроэлементно-минерально-витаминному полинасыщенным жирным кислотам, да, и аминокислотному составу не соответствует той норме. То есть, казалось бы, что происходит, ну, вот, когда наша клеточка, то есть, казалось бы, вроде продуктов много, но пища становится, земля истощается, и сегодня это уже становится бич, мы не получаем именно по составу то, что необходимо нашей клеточке. Я, так как я обещала быть максимально полезной для каждого из вас, наверняка, когда бывают болевые синдромы, очень сильная боль, то я хочу с вами поделиться вот такими очень, скажем, компрессами, которые абсолютно безопасны, единственное, чтобы не было аллергии на эти препараты у человека. Это обезболивающий компресс, который делается, можно делать 3-4 раза в день, держится его по 30 минут, димексид вы обязательно разведете с водой, и делается в соотношении 1 к 1 димексид, навокаин 0,5, анальгин 50%, витамин В12 500 единиц, и, например, все по 5 миллилитров, и плюс добавляете воды. Мне очень нравится, димексид здесь выступает не только как обезболивающий, но он еще обладает таким трансформальным, то есть он проникновению, то есть он типа как электрофорез работает, но у нас с вами, нам с вами, опять же, мы впереди планеты всей, нам повезло, у нас есть уникальный продукт, жир ЭМО, который тоже снимает хорошо воспаление и обладает хорошим трансформальным действием, и любые согревающие компрессы, если вы сделаете на базе именно жира ЭМО, то будет очень хороший результат. И, безусловно, я, как сказала, я люблю лето, потому что здесь сама природа, которая нас с вами лечит, я обожаю лопух, и лопухи очень хорошо обезболивают, снимают вот этот отек, особенно в суставах, воспаление, даже болевой синдром, и вот этой изнаночной стороной, которая белесая, которая к земле, мы накладываем и на ночь, и не так, что там один раз делала, и все не помогло и так далее, а прямо вот опять же, в течение месяца каждый день делаете, и вы увидите прям, как пергамент становится, лист, и действительно болевой синдром постепенно уходит. То же самое, таким же свойством обладает капуста. Ну и с любовью о самом дорогом, это, безусловно, вот наш вот такой вот замечательный ребятеночек. Итак, что же сегодня предлагает наша с вами медицина в плане обезболивания? Безусловно, это продукты, препараты, нестероидные, противовоспалительные, это деклофенак, наклофен и так далее, то есть их огромное сейчас количество, их стало намного больше, чем было раньше, но, к сожалению, так же, как они, так же, как и дипроспан, то есть это уже гормоны, которые снижают воспаление, иногда приходится все-таки применять, но без этого не бывает, если сильный болевой синдром, но надо четко понимать, что если мы их принимаем, то принимать надо очень короткое промежуток времени и стараться не в таблетированном, а все-таки в инъекционном варианте, да, вот, что еще очень важно, что я в начале своей медицинской деятельности, у меня появилась статья, которая, в которой описывалась американская, описывался такое понятие, как эндомитоциновый хрящ, что это такое, а было доказано, что человек, который длительно поднимает именно нестероидные или стероидные противовоспалительные препараты, по итогу, вот эта хрящевая ткань, да, вот она 3 миллиметра, она истончается, синтез истончается, и вот эта косточка, то есть хрящевой ткани нет, она как амортизатор служит, да, именно обезболивает, и косточка начинает тереться об косточку, друг об друга, и возникает вот этот жуткий болевой синдром, который, ну, просто человек выводит из себя и заставляет действительно даже плакать, и что бы я еще хотела сказать, если вам все-таки, ну, по показаниям врачи ставят гормон, сейчас очень часто все-таки больше депроспан используется, как-то врачи меньше осложнений на нем видят, я бы хотела, чтобы вы четко понимали, нельзя больше трех уколов, есть врачи, которые сегодня ставят, ну, и в сустав, да, вот, в сустав это один-два раза, и есть в блокадах, кто сегодня ставит до десяти уколов, это запрещено, это нельзя, это нарушается гормональный фон, и, к сожалению, при, когда вводится именно уже глюкокортикоиды, то по итогу хрящевая ткань просто истончается, и потом какая-то другая терапия менее интенсивная уже практически не помогает, поэтому все-таки старайтесь по возможности избегать всех этих вещей и восстанавливать тем, чем я буду говорить сейчас, это, конечно, босвелия, которую я люблю, которая обладает хорошим, очень противовоспалительным действием, обезболивающим действием, особенно с H500, в больших дозах, потому что, ну, скажем, у нас были примеры, когда босвелия, H500, там, 6-8 капсул, и действительно болевой синдром очень сильно уменьшался, и, опять же, если есть уже сильный болевой синдром, я говорю вам о том, что надо увеличивать дозы, посмотрите, чтобы болевой, именно, чтобы эффект был, от лечения, но босвелия, это тот продукт, который не пьется постоянно, то есть есть продукты, которые мы пьем постоянно, на постоянной основе, и есть продукты, которые обладают лечебным действием, вот босвелия этот лечебным действием обладает, да, вторым, безусловно, продуктом, который снимает воспаление, которое я обожаю, по ее оде, и не только я, все врачи, это омега-3, и, слава богу, сегодня на приемах об этом тоже очень много говорят, почему, потому что после 30 лет у нас с вами запускается механизм воспаления, да, уничтожения, то есть мы с вами биологическая машина, которая основная функция, как наша Ольга Гуляева говорит, основная функция нашей машины, дать потомство дальше, чтобы на земле продолжалось, и после 30 лет, когда уже, хотя сейчас есть девушки, 50 лет рожают, но тем не менее, после 30 лет запускается механизм в организме самоуничтожения, и бывает нет, это называется асептическое воспаление, то есть нет возбудителя, то есть нет бактерий, вируса и грибы, которые могут вызывать воспаление, а просто именно запустилось воспаление, и к сожалению, или к счастью, что мы сейчас это знаем, есть простагландины второго типа, которые запускают воспаление, вот видите, такая очень серьезная химическая, биохимический тут процесс показан, и только омега-3, услышьте, пожалуйста, именно омега-3 тормозит синтез, просто грандина второго типа, да, сейчас очень часто есть такое, что бум, опять же, да, опять некоторые искажения, начали пользоваться огромным количеством разных растительных масел, но на многие растительные масла, там нет омега-3, или в очень маленьком количестве, но там есть много омега-6, вот омега-6, при длительном воспалении, то есть она при длительном применении масел с омегой-6, это, например, кунжутное масло, да, это какое-то, ну, много масел, их практически все, омега-6 в небольшом количестве только в оливковом, холодный отжим, и, по-моему, в нашем подсолнечном, все остальное, достаточно длительное применение их приводит именно к увеличению омега-6, а это к признакам воспаления, и следующее питание, то есть мы говорили про воспаление, чем его снять, да, дальше пошло питание, то есть наш головной мозг состоит из воды, да, состоит из белка, и состоит из жиров, вот полинасыщенные жирные кислоты, это омеги, да, и суставы, и лецитин, вот лецитин, помните нерв, который мы показывали, когда грыжа давит, и вот она может отдавать в руку, в ногу, так вот, вот перед вами, вот эта красота нерв, да, и вот тут в серединке сам нерв проходит, да, а вот тут, вот видите, как волосики вот такие, это, это мейлиновое волокно, которое состоит у нас, на полностью из лецитина, и наша с вами задача, как можно, чем лучше будет, тем быстрее будет скорость передачи нервного импульса, тем, ну вот, если мы берем по позвоночнику, то ставили прозерин, ставят, чтобы как-то пропитать нерв, а здесь у нас с вами альтернатива лецитин, безусловно, это еще и хорошее желчегонное, вы помните, что мы чистим печень, да, то есть это еще и дополнительно, мы сразу печенью помогаем, кроме того, головной мозг, в основном состоит, да, из этих жиров, и лецитин в том числе, поэтому это хорошая память, это спокойствие, это у нас с вами хороший сон, поэтому лецитин обожаю, омега и лецитин, это то, что надо пить на постоянной основе, да, у нас есть он в яйцах, да, дорогие мои, я сама вот вообще обожаю яйца, но я могу сказать, представьте, нам надо съедать 10 яиц, не знаю, как вы, но я понимаю, что ни один человек не выдержит, а особенно сейчас все-таки найти настоящие яйца, которые будут действительно полезные, да, где содержится лецитин, их его немного, сегодня лецитин есть в разных вариантах, есть в порошках, есть в гранулах и есть в масле, дорогие мои, вот если вы видите в гранулах или в порошке, вы видите перечеркнуто, не смейте, это деньги выкинутые на ветер, почему, потому что лецитин это жирная кислота, и вот это представьте, у нас с вами есть подсолнечное масло, есть, есть, и мы знаем, что подсолнечное масло делают из семени подсолнуха, но мы же с вами жарим на подсолнечном масле, а не на семечках, правда, и тут то же самое, если мы хотим жирную кислоту, нам надо взять лецитин, и я пою оды компании Coral Club, которые имеют хороший лецитин, в очень доступной цене, в хорошей концентрации, и я видела столько, огромное количество результатов на нашем лецитине, особенно ребятишкам, я могу сказать, если есть вопросы, даже маленьким ребятишкам, грудничкам, мы маму и кормим лецитином, и даже намазываем на сосочек, и лецитин, что попал ребенку, и ребенок действительно намного качественнее, спокойнее начинает себя чувствовать. Второе – это укрепление связок, то есть мы сейчас проговорили про нерв, сейчас укрепление связочек, помните, я вам показывала мышцу, и говорила, вот связка белая, вот они связки, вот тут крестообразная связочка коленного сустава, вот они тоже, вот тут связочки, то их они везде связочки, дорогие мои, вот связки, мы про питание, связки – это сера, связки – это сера и коллаген, про который я буду говорить, это эластичность, и сегодня люди, которые занимаются спортом профессионально, бодибилдеры, которые хотят нарастить мышечную массу, они всегда употребляют серу, MSN, то есть вот такая баночка, слава богу, в компании Coral Tappen она тоже есть, я ее люблю, и всегда в схеме оздоровления опорно-двигательной системы позвоночника мы обязательно включаем нашу с вами систему, серу, и, конечно, сама уже теперь хрящевая ткань, да, и хрящевая ткань у нас с вами состоит из хондроэтина, из гиалуроновой кислоты, хондроэтиноглюкозаминового комплекса, коллагена и гиалуроновой кислоты, то есть вот хрящевая ткань в основном состоит из четырех вот этих составляющих, давайте остановимся на гиалуроновой кислоте, потому что сегодня я готова пить ей оды, я благодарна судьбе, что, слава богу, причем гиалуроновую кислоту обнаружили, ну вот так ярко начали применять уже в неврологии, наверное, всего лет десять назад, да, до этого я не помню, чтобы вот это было, но сегодня именно гиалуроновая кислота позволяет нам решить ряд вопросов. Первое, почему она важна, давайте разберемся, из какого возраста она вообще нам нужна. Оказывается, гиалуроновая кислота после 20 лет у всех начинает резко уменьшаться. Кроме того, могу сказать, если есть ребятишки, которые тормозят в росте, то есть у кого работает плохо соматотропный гормон, у меня просто есть очень хорошие результаты, ребенок, который отставал в развитии, именно не в развитии умственном, а в физическом развитии и выглядел в 12 лет на 5-6 лет, да, он был, естественно, на программе, то есть у неврологов, там государственная программа, ему кололи определенный препарат серьезнейший, да, но тем не менее практически результата не было, то есть ребенок, вот у него развивался вот эта лилипутность, то есть лилипутиком таким, да, и когда обратились, я говорю, давайте попробуем гиалуроновую кислоту, ребенок начал пить, ребят, результаты пошли, он пропил 3 коробки подряд, я сейчас дальше скажу, вот, и результаты через 3 месяца, они раз в 3 месяца ездят в областной центр наблюдаться, и когда врач увидел, он говорит, а что вы сделали, у нас терапия на этаже, столько времени, не было динамики, мы уже думали, как помочь, ну, то есть нет динамики положительной, и тут вдруг пошла положительная динамика, в суставной жидкости больше стало, у ребенка рост пошел, и говорит, ну, прям спросил доктор, хороший доктор, что он, она говорит, начали делать гиалуроновую кислоту, почему нам важна гиалуроновая кислота, вот смотрите, мы с вами говорили о воде, о роли воды, ну, я думаю, уже не стоит еще раз говорить, но, родные мои, мало пить суточную потребность воды, вода должна усваиваться, а где она у нас с вами будет усваиваться, что ее будет удерживать, и вот первая и основная функция гиалуроновой кислоты, одна молекула гиалуроновой кислоты, держит на себе 500 молекул воды, понимаете, а так оно транзитом, а нам важно, чтобы в клетку попала вода, это вопросы антиэйча, это вопросы головного мозга, чтобы она удерживалась, и, конечно, гиалуроновая кислота этим обладает, второе, что очень важно, оказывается, гиалуроновая кислота сама по себе обладает мощным противовоспалительным действием, и уменьшается воспаление, это доказано, есть такие, грузун такой называется, землекопка, и вот она что делает, это очень, ну, мышка, но и чем ее отличие, тем, что оказывается, и сейчас все ученые, кстати, на ней делают различные опыты, у нее нет возраста, то есть они маленькие, потом чуть-чуть дорастают, и дальше ученые не могут понять, то есть они все выглядят одинаково, то есть вопросов вообще взросления организма не происходит, признаков старения не происходит, сегодня доказано, что старость – это заболевание, и у нее нет, и когда они начали смотреть, она состоит на 90% из гиалуроновой кислоты, более того, это животное, этот грызун не болеет онкологией, и сегодня ученые уже утверждают четко о том, что гиалуроновая кислота обладает хорошим, это хорошая профилактика противоонкологических, ну, онкологии, понимаете, противоонкологическим действием, вот это очень и очень важно, именно поэтому сегодня ставят врачи гиалуроновую кислоту, но, к сожалению, мои дорогие, в чем вопрос, да, гиалуроновая кислота работает, но кто из врачей, вот я не знаю, есть ли сегодня среди нашей аудитории, тот, кто уже ставил себе внутрь сустава гиалуроновую кислоту, или в позвоночник, в чем суть, там вот этот препарат вводится, первое, нам надо найти хорошего с вами специалиста врача, да, чтобы он попал туда, куда надо, нам надо найти хорошую гиалуроновую кислоту высокого качества, которая не даст осложнений, российские это дженерики, они очень много дают различных осложнений, да, это всегда риск, мы никогда, даже если две составляющих эти есть, это всегда риск, потому что это мини-операция, это лучше никогда не влазить внутрь сустава, и врачи, которые бережно относятся, такие, как я, да, у кого девиз не навредить, они знают, что вот чем меньше мы туда внедряемся, тем лучше, и еще один момент, даже если все сопутствующие прошли, вам говорят, что вам надо пить водичку, а если и говорят пить водичку, то мы с вами теперь-то знаем, что не каждая вода сможет проникнуть внутрь сустава, поэтому вот коралловая вода, да, вот этот наш гидромакс, вот эта наша упаковочка, четыре продукта, они обязательно нужны, даже когда человек ставит уколы, ну, принял решение, что будет ставить гиалуроновую кислоту, вот в инъекциях, кроме того, к сожалению, очень часто сейчас такое бывает, вот в один сустав поставили, великолепно все, да, приходит на второй, проходит время, болевой синдром ушел, проходит время, решают второй сустав, делают, да, идут к тому же врачу, тот же препарат, все замечательно, но еще хуже становится после инъекции, до того, как она была, поэтому мы никогда не знаем, как организм отреагирует, и сегодня компания Коралл Клаб и тут впереди планеты всей, и она предлагает немецкий продукт, который, а вообще немцы очень серьезно сегодня именно в ортопедии, то есть они, ну, лидирующее положение в мире занимают, да, и есть продукт, который называется гиалуронохондроитиновый комплекс, он питьевой, он безопасный, он вкусный, его можно и нужно употреблять постоянно, в чем же его уникальность, да, гиалуроновая кислота, это полисахарид, это такая вот большая, вот такая вот молекула, да, и очень важно, чтобы она была в виде не полисахариды, потому что он в клетку не пройдет, и вот если это питьевой, да, она должна потом сосаться в борсинки нашего с вами, вот, кишечника, а это вот разделено вот на такие маленькие отрезочки моносахариды, которые тоньше, меньше, чем волосинки в кишечнике, и она спокойно туда будет проникать, и потом внутрь нашего сосудика, капиллярчика и разноситься клеточке, а вот потом уже соберется и опять превратится вот в такой полисахарид, в молекулу, кроме того, смотрите, когда я первый раз доктор, ну, у нас была встреча с человеком, который создатель, доктор Душек, и когда мы шли, я сначала такая думаю, ну, как так, ну, вот наверняка обман, потому что любая гиалуроновая кислота, ну, то есть препарат, попавший, продукт, попавший в желудок, он начнет уже каким-то образом изменяться, то есть, да, он распадется, так вот, уникальность его в том, что он создал вот такой комплекс, да, гиалуроново-хондроитиновый комплекс, и создал определенную защиту, которая не подвластна, переработки соляной кислоты, да, он спокойно, вот в таком составе проникает, как я сказала, через ворсинки, туда в сосудик, и капиллярами разносится, и доносится до сустава, внутри сустава, родные мои, когда он попал внутрь, он распадается на хондроитин, и на гиалуроновую кислоту, это очень важно, то есть, сегодня учеными доказано, это совершенно новые сведения, я буквально услышала о них 2 или 3 недели назад, да, что нельзя совмещать хондроитин с глюкозамином, то есть надо, чтобы они шли порознь, но хондроитин, хондроитин, его эффективность увеличивается, если он идет вместе с гиалуроновой кислотой, я уж не знаю, знал об этом доктор Душек много лет назад, или вот он интуитивно сделал, но вот у нас сегодня тот продукт, который позволяет действительно синтезировать хрящевую ткань, и посмотрите, насколько быстрая усвояемость в лимфе через 15 дней, в суставах через 24 часа, но для меня, я вам уже постоянно говорю, для меня важно, чтобы мы, врачи, не вредили, да, вот не навреди, это самое важное, да, не всегда мы можем помочь, но не навредить, и для меня было, я когда увидела вот эту схему, я хлопала стоя, говорила, браво, доктор Душек, посмотрите, нет ни одного результата ухудшения, и это правда, у нас он уже несколько лет, у нас такие великолепнейшие результаты на этом продукте, что просто дух захватывает, и 60%, 65% людей, которые сегодня получили значительное улучшение, кроме того, конечно, для меня важно, чтобы это был не протез, для меня важно, чтобы начала синтезироваться собственная гиалуроновая кислота, и посмотрите, в четвертой, пятой неделе, видите, вот зелененькие столбцы, то есть мы начинаем стимулировать синтез собственной гиалуроновой кислоты, то есть мы запускаем механизм самоомоложения, саморегуляции, самооздоровления, то есть в принципе перед вами продукт, который обладает мощными вопросами антиэйдж, это то, что если мы хотим быть молодыми и красивыми, накопление, выработка собственной гиалуроновой кислоты, оздоровление идет всей опорно-двигательной системе и омоложение, и вот этот вот, сейчас я покажу, то есть вот внутри, вот у нас с вами коробка, и здесь эта коробка заменяет 500 инъекций, это очень важно, 500 инъекций, вот смотрите, когда мне сегодня говорят, что это дорого, я говорю, хорошо, давайте сравним по сравнению с чем, хорошая гиалуроновая кислота, я надеюсь, что вы сегодня сейчас это фотографируете, посмотрите, а это действительно американского производства, это немцы, это Европа, хорошая и качественная гиалуроновая кислота стоит от 18 тысяч и выше, родные мои, я вот призываю вас обратить на это внимание, не надо в себя, вот извините, пихивать то, что вредно, то, что даст аллергию, то, что потом в дальнейшем может послужить к инвалидизации, давайте будем любить себя, и сегодня у нас с вами есть белурон, который позволяет нам заменить не просто инъекцию, а насытить организм, представьте, здесь одна инъекция, а там 500 инъекций содержит вот эта коробочка, и если мы с вами возьмем вот три коробки, пропьем по курсу, первую коробку мы пьем, три вот этих мерных стаканчика, вторую коробку, а там две бутылочки, по две, два раза в день, и третью по одному, дорогие мои, у вас будет великолепнейший результат, у меня на гиалуроновой кислоте происходит у людей чудеса, люди уходят от операции, люди начинают, люди, которые болели всю жизнь, к мануалистам ходили, принимая минимальных физических нагрузках, люди, которые после операции, и у которых вот все время, знаете, куда съездил, когда потягал там чемоданы, там или еще что-то, или сходил спортом позанимался, а потом вылетело либо колено, либо позвоночник, поясница, и они начинают пить наш продукт, и они забывают, что у них была эта проблема, родные мои, это то, что действительно нам с вами нужно, это наше, я вам говорила о составе воды, вот гиалуроновая кислота начинает накапливаться во всех органах, она начинает омолаживать все 12 систем, поэтому скажите мне, пожалуйста, сколько будет стоить ваша жизнь, ваша качественная жизнь, без инвалидизации, когда вы будете жить столько, сколько вам отпущено, но активно, счастливо, вместе с семьей, понимаете, путешествуя, неужели это не стоит того, чтобы сейчас принять решение, вложить свое собственное здоровье, ведь мы работаем, а среди, здесь, кто меня слушает, я точно знаю, все люди работающие, нет лентяев, да, и вы заслужили пользоваться, баловать свой организм лучшим, но гиалуроновая кислота, еще пятая ее функция, одна из основных, она создает корсет, каркас для нашего с вами коллагена, она удерживает, а коллаген, это наша с вами упругость, вы знаете, для меня великое счастье, потому что коллаген тоже на рынок вышел совсем недавно, и он в основном, как и гиалуроновая кислота, но особенно коллаген, использовался только в основном, раньше именно в антиэйдж, в косметологии, сегодня неврологи уже начали, есть инъекционный коллаген не только для омоложения на лицах, а для того, чтобы наши с вами связки стали упругими, стали эластичными, стали тянуться, с возрастом все вот эти связки, они становятся как резинка, вот помните, раньше у нас такие резинки были в нижнем белье, в трусиках, в детстве вспомните, такие широкие резинки, которые длительно, если их стирать, они становятся как тряпочка, перестают тянуться, вот наши связки перестали тянуться, и боль-то очень часто возникает именно из-за этого, и нам нужен коллаген, и сегодня, да, неврологи ставят инъекции прямо в связки, но, дорогие мои, попал не попал в связку, если это шея, это серьезно, там рядом головной мозг, там рядом сосуды, поэтому зачем себя подвергать каким-то серьезным испытаниям, да, вот повезло не повезло, когда есть возможность пить уникальный вкусный продукт, вот все у нас ребята, все пьют его, я пью вот по такому флакончику два раза в день, потому что я обожаю, да, потому что именно коллагеновое волокно, вот я как сказала, видите, оно тоже большое, оно тоже не проникает в клетку, если оно будет, это очень большая аминокислота, но, родные мои, и она точно так же, как и гиалуроновая кислота, начинает после 23 лет снижаться ее синтез, понимаете, и наша с вами задача, чтобы мы начали насыщать, мы начали обогащать, сегодня коллагена в продуктах практически нет, хотя это еще и аминокислота, аминокислотный состав, это наше с вами питание, и всего нас считывается более 26, даже 28 видов коллагена, и вот тут вот важно, очень часто иногда люди говорят, я пропил коллаген, у меня не было результата, почему, а надо смотреть, какой состав коллагена здесь находится, мы, самое важное, это коллаген первого, второго и третьего типа, у нас с вами первый и третий, как раз то, что в программах антиэйдж, то, что волос, то, что для опорно-двигательной системы, и коллаген это, посмотрите, вот она аминокислоты, потом они образуются в канат, микрофибры, и видите, коллаген сам, это пучок, вот если мы взяли пучок волос, огромный, и он не проникает внутрь клетки, если его не сделать таким же пептидным, и вот тут в чем уникальность, во-первых, коллаген есть животного и растительного, и животного растительного нет, кстати, да, это неправда, что там, ну, там говорят агар-агар, ерунда, это все, да, только животного происхождения, либо от животного, либо рыбный, животный дает очень большую аллергизацию, почему, ну, в медицине его очень долго не использовали, это, ну, неизвестно, как белок, потом животные болеют серьезно, ну, как бы серьезными могут быть заболеваниями, и они могут передаваться через коллаген, особенно если это российский, потому что мы не знаем степень очищения, здесь перед вами коллаген, который морской, пептидный, гидролизированный, то есть он в воде, да, и он у нас хорошо полностью усваивается нашими с вами клеточками, потому что мало пить суточную потребность, сколько будет усваиваться, питьевой, он очень вкусный, вот я не ем сегодня сладкое, но это мой десерт, это мой бонус себе за то, что я вот веду здоровый образ жизни, и я счастлива, что у меня сегодня есть, а сколько я комплиментов получаю, знаете, очень приятно, когда ты говоришь, тебе 54 года, и девушки молодые, которым там 40 лет, говорят, вы великолепно выглядите, мы думали, вы ваши ровесницы, а сколько комплиментов наши дорогие милые дамы и мужчины, которые пьют коллаген получают, это действительно дорогого стоит, и самое главное, мы себя чувствуем намного качественно, дорогие мои, вот я закончила, в принципе, я рассказала вам все, что нам необходимо, чтобы мы с вами чувствовали себя качественно, треугольник здоровья, основа, база, продукты компании Коралл Клаб, четыре шага напоил, почистил, накормил и защитил, и я вас призываю, мои родные, сегодня уникальное время, у вас есть возможность купить продукт, действительно качественный продукт, и в связи с определенными ситуациями в стране, я не знаю, но есть очень большая вероятность, что возможно в ближайшее время будет повышен курс, потому что он сейчас уже дельта 14 или 15 рублей, так давайте купим сегодня белурон, который сегодня стоит дешевле, а это 500 инъекций, стоит дешевле, чем одна ампула хорошей гиалуроновой кислоты, ну что, дорогие мои, я благодарю всех вас, я не знаю, устали вы сегодня или нет, и мы переключаемся, я готова ответить на все ваши вопросы или пожелания, и я с удовольствием передам слово, если кто-то хочет рассказать, поделиться своими результатами, Мариночка, Марина Девногорская, тебе слово передаем. Спасибо, Наташ, но как обычно, профессионально, ценно, доступно, я не знаю, ребят, врачи всегда тяжело слушать, но насколько Наталья всегда это подробно, четко и просто доносит, спасибо, Наташа, огромное, я получаю всегда огромное удовольствие, когда тебя слушаю, я не знаю, ребят, как вы, я когда слушаю Наташу, мне хочется купить сразу все, поэтому и коллагены, и белый урон, и постоянные спутники наши, и я знаю точно, что у нас уже у многих есть свои результаты, и нам люди действительно говорят, насколько мы лучше стали выглядеть, насколько у нас энергетика повысилась, да, я знаю, что здесь есть ребята с Казахстана, вот лично с моей структурой, и я знаю, что из них есть врачи, и для них это доступно, я думаю, информация ляжет очень хорошо, завтра обязательно спрошу об этом, сейчас у них уже время много, ребят, если у кого-то есть еще какие-то вопросики, задавайте, не стесняйтесь, и желательно, у кого уже есть результаты, тоже не стесняйтесь, поделитесь, я точно могу сказать, у меня результат на биолуроне шикарный, и я периодически пропиваю полностью систему по опорно-двигательному аппарату, потому что я спортом занималась профессионально, и очень износила свои все суставы, и много было травм, на сегодняшний день, два раза в год пропиваю биолурон, и еще периодически пропиваю босфилию, флексифор, нашу любимую серу, сейчас конкретно пью этот продукт, после очистки, поэтому суставы работают сейчас очень хорошо, и лучше, чем 10 лет назад, мы повзрослели, а молодость у нас не ушла, то есть вот я считаю, что 10 лет назад у меня был намного проблемней мой организм, чем сейчас, когда я стала старше, но вот ради этого, наверное, стоит покупать, следить за собой, и вкладывать в себя, то есть мы вкладываем действительно в свое долголетие, поэтому, Наташа, спасибо еще огромное. Спасибо большое, здесь тоже еще одна моя коллега, Елена Михайловна Анохина, я очень глубоко уважаю этого человека, мы познакомились через мою приятельницу, она у нее наблюдается как пациентка, Лена у нас, она врач, онколог лучевой диагностики, ой, извините, лучевого лечения, вот, и я как раз обратилась к вопросам, девочка моя, она предприниматель, бизнесвумен, и она задавала вопрос, можно ли, вот, когда какие-то вопросы связаны с онкологией, да, можно ли гиалурон и экологен, потому что все равно люди хотят выглядеть качественно, кроме того, бывает очень часто осложнение, именно опорно-двигательные системы, после определенного такого лечения, и я очень признательна Елене, потому что мы с ней, когда разговаривали, очень сильно поменялась тенденция, сегодня в онкологии, и да, и гиалуроновая кислота, и наш промалин, а Елена Михайловна сама с удовольствием пользуется, пользуется ее мама, и она рекомендует своим пациентам, поэтому, дорогие мои, я, конечно, ни в коем случае не призываю там начать всех лечить, но вы знаете, что это абсолютно нормально, и мы сегодня оздоравливаемся, поэтому просто начните вкладывать в ваше здоровье, действительно, у нас будет с вами великолепные результаты, причем даже ребятишки на них получают хорошие результаты, ну что, дорогие мои, мы с вами заканчиваем, если нет вопросов, благодарю всех вас, мы с вами есть в чате знакомства, пожалуйста, если кому-то надо, там задавайте вопросы, у нас много сейчас там специалистов, врачей, в принципе, я еще раз говорю, я бесконечно благодарна каждому человеку нашей организации, потому что, вы знаете, они настолько профессиональны, они настолько умеют довести любого человека до результата, да, что вы его в абсолютно надежных руках, в принципе, все, что я говорила, я знаю те ребята, которые уже с нами давно, они все это знают, и они вам точно распишут, помогут составить ту схему, которая действительно вас приведет к вашим результатам, желаемым результатам, к тому, что вы бы хотели, и знаете, я точно знаю, что очень часто все, вот все, что мы получаем, оно превосходит даже ожидаемые наши с вами результаты, поэтому всего доброго, до новых встреч, мои родные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова